Что изменится в этом году? Православные отметили Рождество и для чего оценивают Нижнекамские елки. Об этом и не только прямо сейчас. Это новости на телеканале НТР в студии Александр Комаров. Здравствуйте. С января в Татарстане выросла плата за детские сады. Сумма зависит от многих факторов, но в среднем родителям придется платить на 280 рублей больше. Стали выше все пособия, связанные с материнством и детством. Большинство из них прибавило 5,5%. Материнский капитал теперь составляет 453 тысячи рублей. И это не единственное изменение, которое принес нам новый 2015 год. Более подробный обзор смотрите в итоговом выпуске новостей. 18 часов 30 минут. Нижнекамский православный мир отметил один из самых главных праздников Рождества Христова. На праздничную службу в храм Воскресения Христова православные верующие начали собираться задолго до полуночи. Горожане пытались занять места ближе к алтарю. Церемония продолжалась более 3,5 часов. Провел ее отец Иоанн, благочиной Нижнекамского района. Он зачитывал главы священного Евангелия, где говорится о рождении блонденца в Вифлееме. Празднику предшествовал 40-дневный рождественский пост. Нижнекамские елочные городки оценила Казанская комиссия. Наш город принимает участие в республиканском конкурсе на лучшее оформление новогодней елки. Делегация из Казани посетила все городские и сельские елочные площадки. Подобный республиканский конкурс проводится уже второй год подряд. Критериями для определения победителей станут художественное и световое оформление елки, ее оригинальность и проводимые мероприятия. Приз за первое место составит 1 миллион рублей. Итоги конкурса на лучшее оформление новогодней елки будут подведены до 1 февраля. Напомним, что в 2014 году Нижнекамский муниципальный район занял первое место. Матч хоккейный счет футбольный. Игроки молодежного клуба «Реактор» в рамках регулярного чемпионата МХЛ на выезде уступили команде «Белые тигры». А в основные 60 минуты матча зрители заброшенных шайб не увидели. На табло горели нули, а те же цифры красовались и после овертайма. Исход игры решился в послематчевых буллитах, где сильнее оказались хозяева. 1-0. Это поражение стало для нижнекамской молодежки третьим к ряду. Сегодня клубы сыграют повторный поединок. Теплую снежную погоду обещают сегодня синоптики. Температура воздуха минус 2 градуса, ветер юго-западный 5 метров в секунду. Для кого привели благотворительный обед и какие происшествия были в новогодние каникулы? Все это и многое другое смотрите в следующих выпусках. Оставайтесь с нами и вы будете в курсе всего, что происходит в городе. До встречи!